привет давно не виделись с прошлого видео прошло очень много времени много чего изменилось я успела съездить в армению в отпуск домой подстричься я даже успела побывать на хэллоуине в костюме в первый раз купить очки выгляжу примерно так каждый день и чему несказанно рада потому что теперь я вижу этот мир намного ярче и детальнее я желаю всем не страдать если вы не носите очки по каким-то соображением да я и так вижу лучше поверьте мне жить с очками без головных болей без сильной тошноты в машине последнее видео про узбекистан меня очень сильно порадовала там 5000 просмотров это уже не 200 человек из моего инстаграма а это уже какие-то незнакомые мне люди это удивительно просто читайте комментарии и даже негативные поэтому для тех кто недавно на моем канале зовут настя я живу на кипре при работе 2d художником а в свободное время рассказываю о жизни на этом маленьком теплом острове иногда выезжаю за его пределы чтобы не забыть как выглядит городская жизнь в этом видео я бы хотела рассказать как проходит зима на кипре чему готовится в этом году я даже успела поучаствовать в рождественской ярмарке поэтому заваривайте себе чаек и давайте телепортируемся в эту теплую и причудливую зиму кипрская зима на самом деле больше похоже на весну и то что было выжжено в самый жаркий месяц август просто начинает цвести и зеленеть и мне вообще оказалось на самом деле в первый год что я просто пропустил и зиму за компьютером и резко пришла весна ну для местных вообще-то зима это довольно холодное время года и они уже с ноября начинают ходить в пуховиках нордфейс но я стараюсь придерживаться питерской закалки на улице я хожу футболки но дома я хожу достаточно теплых вещах и весь мой теплый гардероб рассчитан как раз на и дома зиму снега не будет идем на наше любимое место около дома на кипре в каждом районе есть своя маленькая церковь иногда даже несколько это такое сердце района где почти каждое воскресенье собираются люди в основном для того чтобы увидеться со своими близкими друзьями все наряжаются болтают и смеются звон церкви всегда будет район по утрам и убаюкивает меня вечером если идет служба уж очень медитативно они поют все они выглядят довольно похоже милые ухоженные с рыжей черепицей без лишнего шика будто каждый может заглянуть туда трое декабря вот так сидим кайфуем хулиганка золушка просто классика а я собиралась в этом ехать еще покупать новогодние но придется ехать домой чтобы все застегнуть и переодеваться закадровая жизнь анастасию таким вот на улице и 20 градусов тепла дома может быть и все 10 потому что отопление не зима у меня теперь вообще ассоциируются запахом обогревателя который периодически сжигает мне мои розетки вот вам первый зимний инсайт если вы живете в европе выбирать квартиру желательно зимой так как летом везде будет одинаково жарко а вот холодно в квартирах везде по-разному зависит все конечно от новизны дома но как показывает наш опыт зависит еще от солнечной стороны так как дом должен хорошенько нагреться за весь день прошлая квартира была у нас в новом доме с хорошим ремонтом но в ней было тоже очень холодно очень важно смотреть насколько новые балконы стоят ли уплотнители еще важно что зимой вы можете увидеть насколько квартира склона к плесени даже новая квартира если неправильно проветривать может обрасти плесенью вы подумаете можно же греть кондиционером можно на самом деле греть и обогревателем и кондиционером но ценник за электричество выйдет просто конский за два месяца вы просто можете отдать и 600 и 800 евро успокойтесь дышите полный грудь вот так мы не нагреваем квартиру кондиционером используем только обогреватель это включаем его на пару часов и опять выключаем если сильно замерзли также мы греем бойлер только с утра потому что за ночь солнечные батареи не успевают нагреть воду а вечером и более не включая электричество нам самые жирные сезоны выходит около 200 300 максимум жирные сезоны это как раз лето и зима это период кондиционирования или обогревания дальние месяцы конечно намного меньше но уже не хило если вы все таки пользуетесь обогревателем то никогда не включаете его в переходник во первых он точно загорит загорится рано или поздно так у меня спалилась 3 переходника 2 розетки никогда не вешать ничего сушиться на свой обогреватель тоже дело времени лучше ставьте его рядом суть киперской зимы в том что ты можешь днем гулять в такой маечке и вообще наслаждаться жизнью а вечером ты все равно одеваешь утеплители и как будто бы холодно приятно укутаться мы сейчас пойдем с вами специализированные christmas магазины и уже все примерно вокруг украсили свои дома и всех стоят елочки я ждала 1 декабря и сдерживала себя как могла поэтому мы сейчас сорвем эти гирлянда и повесим их все дома а есть у тебя есть новогоднее настроение на есть новогоднее настроение в этом году да мне кажется она появилась даже с почему-то когда ты рядом вот я так сижу сама снимаю я не стесняюсь вообще в этом году не очень сильно новогоднее настроение я прям все хочу украшать я прошлом году вообще даже не хотела вешать гирлянду у нас даже елки не было но я поняла что мы сами создаем себе это новогоднее настроение действительно очень важно зимой беречь ноги если вы не хотите чтобы цитит постучался вам в окно то я советую следить за тем чтобы ваши ноги были в тепле так как почти в каждой кипрской квартире лежит на полу плитка и летом вы просто радуетесь и думаете боже мой какой гениальное изобретение мои стены разгораются от жары а плитка такая приятная холодная то зимой вы очень сильно об этом пожалеете и даже если вы постелите каждую комнату ковер ноги все равно будут очень сильно мерзнуть мой опыт показывает придется выкинуть все вот эти теплые тапочки носочки так как все это дело будет максимально сыреть хорошо что ты предлагаешь мой вам совет купите любые всратые резиновые тапки будь то модные кроксы или какие-нибудь тапки с алиэкспресса главное чтобы у них была толстая подошва резиновая и одевайте их носком все и не обязательно толстым потому что опять же помним все макреет если вам как и мне большую часть дня проводить дома так как я работаю с дома но придется ходить как на завод в униформе я придумала для себя работать в термобелье намного лучше чем кутаться в 500 цветов и все равно умерзнуть так ты сидишь только в термобелье и тебе совершенно ok кипер конечно удивительным образом дает тебе возможности время чтобы попробовать вещи которые ты давно хотел но как-то не находил времени так я поучаствовала в рождественской ярмарке где продавала свои плакаты и открытки я очень сильно за эти три года соскучилась по графическому дизайну по иллюстрациям мне очень хотелось напечатать свои открытки нарисовать их я вспомнила каково сидеть по ночам и рисовать потому что мне приходилось совмещать это с работой конечно же я завтра уже отношу свои открытки и постер в петербурге это будет интересный опыт так как это моя первая вообще ярмарка продавать что-то не в найме это конечно очень страшно в общем тест печать прошла не с первого раза конторка где печатаю ею владеет такая пожилая пара я бабулечку научила пользоваться фотошопом мы напечатали открытки но на машине которая печатает постеры все закончилось потому что она сломалась буду допечатывать постеры завтра честно сказать я не ожидала что так сильно устану и буду на грани бросить эту авантюру с годами конечно оказалось сложнее работать свободное время тело иногда физически не справлялось но важно было попробовать чтобы знать каких усилий мне будет это стоить два дня до ярмарки подготовка идет полным ходом так сказать репетиции осталось нарезать эти плакаты для маленького формата но это того стоило на ярмарке я встретила очень много талантливых и классных ребят так приятно видеть какой любовью сделано каждое изделие и как оно олицетворяет своих творцов я конечно очень себе сдерживала чтобы не потратить все что я там заработала у меня купили у меня купили достаточно количество открыток несколько плакатов и очень приятно конечно осознавать что теперь нескольких домиках варнаки будет из сеть мои плакаты и создавать какой-то некий уют вы верите в новогоднее чудо я верю что это про спонтанные добрые дела которые люди делают друг другу так со мной случилась рождественская история со знакомством с моей соседкой пожилой дамой хеллен у нас живет напротив нас соседка такая пожилая женщина очень милая и недавно к ней приходили гости ничего не постучались к нам так она сейчас принесла гостинцы с извинениями то что к нам постучали я не к ней это так мило фиди сбежал очередной раз к ней домой не пришлось зайти к ней домой и влавливать его на греческом жене это евгению анастасия такая есть анастасия господи это безумно мило тут какой-то кекс печеньками открытка на рождество тоже решила сделать ответ на подарочки елене печенье умею вот такой медовичок надеюсь ей понравится рашен кейк и подарю ей открытку которую делали ярмарки это как раз соленое озеро с ламинго около которого мы обе с ней живем откройте очка стулька радости это приносит она такая была счастливая она так обрадовалась рашен кейку и спрашивала про наших котов и про то что ему художники так понравилось ой так это хорошо на душе надо делать чаще такие добрые дела так как на кипре снег только очень высоко в горах местные очень стараются поднять себе настроение и украшать дома не только внутри но и снаружи на улицах в центре устраиваются различные рождественские парады ездит этот грузовичок кока-колы с сантой который прям выходит и дарит подарки на каких-то точках тоже есть расписание где ты можешь отследить где он едет деревне в это время наряжаются и становятся площадками для различных ярмарок концертов и фудкортов поэтому все на выходных едут по деревням ты попить глинтвейна что мы и сделали на нашем рождественском хайке плане нашего пути было две деревни это катодрис и левкара та самая деревня выпуске про отеля гора стартовали мы из левкары дороге в катодрис ребята вспомнили что есть такое приложение где люди по острову прячут всякие клады ты можешь найти какой-то клад где там просто конфеты открытки так и что-то покрупнее и как раз на перевале мы увидели что где-то рядом спрятан клад это было что-то очень маленькая находящиеся около двух метров над землей что это что это ваши догадки что там что это что там написано вписать свое имя и положить обратно теперь а я думала конфеты 1 2 3 и я начну, хорошо? 1 2 3 1 3 3 , а 1 4 4 5 и 2 5 и 4 и прогонит прочь а потом в арабскую что ищешь что короли олимпа что короли олимпа в Левкару мы вернулись когда уже все горело в огоньках в лавках во всю готовился глинтвейн в лавках во всю жизнь 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 во всю жизнь это очень удивительно я бы 2-3 года назад очень сильно удивилась тому что я сижу уже больше часа разговариваю на камеру свободно и не заикаюсь когда я была графическим дизайнером и мы делали курс с которым я была преподавателем. Я думала, я умру просто на стуле перед камерой. Я заикалась, у меня были краснючие пятна, которые шли по шее и лицу. Мы дубль за дублем переснимали. Мне до сих пор жалко смотреть на себя в этом видео. Поэтому для меня это большой шаг работы над своей речью перед камерой. И я даже не думала, что мне может это так понравиться. Вообще поняла, что очень много еще в жизни разных дел, которые можно попробовать, которые могут тебя приятно удивить. И не обязательно, если ты решил в 10 лет, что ты художник, и ты должен быть всю жизнь художником. Можно попробовать разные. И эта жизнь тебя очень сильно может удивить. Увидимся в новом теплом влоге. Пока!